21 февраля 2011 год. Скажите, пожалуйста, было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Было ли у вас ощущение, что война вот-вот начнется? Вы знаете, конечно, были. Я училась в школе, во второй школе. Но в то время не только во второй школе, во всех школах был так высок патриотический накал, что мы занимались все. И я была лучшим ворошиловским стрелком в городе Кисловодске. У нас было три лучших стрелка. Я участвовала в кавалерийской школе. Я ездила в Есен-Туке, в парашютному делу училась. Вы понимаете, здесь не только я. Все, все. У нас часто очень проводил, горком комсомола проводил такие, ну, как бы сказать, игры, военные игры. Мы выезжали вот туда за подкумок, вот туда, там где, это, как это, долина, красивая дарина, штор вот она, сразу за подкумком. И там устраивали войну, играли в войну. Так что все ожидали, что вот-вот-вот-вот-вот-вот будет война. Тем более к нам, мой же город-курорт, вот я помню, что приезжали, да, тогда еще до начала войны, приезжали к нам такие высокие, такие интересные, военные, приезжали. Мы старались их пригласить к себе на урок, в школу. Ну, и вот они рассказывали, наводящие вопросы такие, что вот-вот-вот-вот-вот-вот будет война. А расскажите о том, как вы попали в армию. Как попало? Ну, вот я же вам говорила уже, что я окончила медсестерские курсы, как это, выстрелы, курсы выстрел. Вот фотокарточка эта. Вот, значит, мы все девочки, когда мы пришли в военкомат, военком говорит, а мы всем классом ходили, всем классом началась война, мы пошли всем классом на фронт нас. Он говорит, что детей там не хватало, вы, ну, мы закончили девятый класс, закончили. Говорит, так, брысь по домам, он так с нами обращался. Потом однажды мы как-то пришли, он говорит, ох, настырные вы дети. Так, постойте, скомандовали нас, мы построились, он командует. Вот, мальчики, три шага вперед. Мальчишки, вышли три шага вперед, а мы стоим, у нас больше всего было девочек. Он говорит мальчишкам, так, ребята, что я могу вам только предложить? Военное училище. На фронт мы вас сейчас не возьмем, потому что вы еще молодые. А в училище это очень хорошо будет. Ну, они все согласились. А мы, я говорю, а мы, а вы, вот мы организуем курсы, кратковременные курсы медсестер. Сейчас все наши санатории переквалифицируются на госпиталя. Здесь будет город-госпиталь, здесь будет столько раненых. Вот, а нет у нас такого количества медработников. Вот и дети. Ну, мы там, по-моему, два или три человека не согласились, они отстали, а мы все пошли вот на курсы. И вот мы и закончили курсы. И первые раненые, легко раненые, которые выписывались из госпиталя, уже это был не санаторий военно-морского флота, а госпиталь военно-морского флота. И мы вот с этими ребятами, я уехала на фронт. Прифронтовой город был Темрюк. То есть, как он обстреливался, Крым был занят уже фашистами, и оттуда обстреливался город. И налетали часто самолеты, и все. Так что вот мы, ребята уже говорили, так, морячки те, которые бывали, говорят, что «Сестичка, готовься, мы же готовимся, нас готовят к десанту. Будет десант в Крым». Ну, десант, десант, я даже не представляла себе, что это такое десант. А в ночь на 31 января нас посадили на все плавающие средства. Ну, вот мне пришлось на такой, как канонерка такая, лодка военная. И вот мы своими ребятами сели. Ах, холодно, 4 часа утра, под Новый год. Холодно. Ну, они моряки. Они сразу сели там на палубе и рассказывают, хохочут, все. А я даже не помню, куда я забилась, где-то около, помню только хорошо, что какая-то труба была, и там было тепло. Я прижалась, и все. И вдруг один из краснофлоссов поворачивается и говорит, «Сестричка, а ты чего там сидишь? Ну, когда к нам?» Я подхожу, ты чего, замерзла, что ли? Я говорю, да, замерзла. А в самой трясутся зубы. Я говорю, да, замерзла. Фу-у-у, так это легко исправить. Он сейчас обращается к ребятам. Ребята, у кого есть фляжка с чаем? А он говорит, сейчас мы тебе напоим нашим флоским чаем. У кого, говорит, есть фляжка? Сейчас бы, если такое сказали, я бы подумала. А чай может быть во фляжке? Нет. А тогда я зачистую монету приняла, что это фляжка, там чай. И вот он меня протягивает от винтил и говорит, сделай два большие глотка, не дыша. Ну, я как верный солдат, я только один глоток сделала и задохнулась. Это был чистый спирт. А я 17 лет девочке, я еще в рот ничего нет. А сейчас уже все подготовленные. А тогда же мы еще и дурочки были. Я проглотила, вернее, взяла в рот и задохнулась. Не могу дышать. А он вот так меня по спине бьет и говорит, дыши громче, говорит, глубже дыши, глубже. Я когда продохнула, а ребята все хохочут, хохочут. А я когда продохнула, и у меня из глаз подлились слезы. Он говорит, ну что, теплее стало? Я говорю, да. Вот я же тебе говорила, что наш флотский чаек всех согревает. Вот так мне пришлось. А здесь через несколько минут мы высаживались уже десантом. Прямо прыгали в море, в пролив этот Керченский. И там уже, там где помельче было. И бегом вперед. И сразу же раненые. Сразу надо было им оказывать помощь. И уже тогда, уже ничего я не помню. Я как машинально каждого перевязываю, кто попадается под руки. Вот такое первое мое было знакомство с войной. Мы знаем, что проявлялся массовый героизм. А вот что стимулом было? Симулом. Это наша Родина. Симулом. Всем, от мала до велика, все хотели защищать нашу Рождею. Все становились в ряды нашей Красной Армии, чтобы защитить свою Родину. Вот. Это основной символ. А вот можете ли рассказать о подвиге, которому были свидетели? О подвиге, который вы видели сами, можете рассказать? О подвигов было очень много. Очень много. Вот я вернусь, вернее, не сразу буду рассказывать, а один случай уже тогда, когда мы были, высиделись уже в 42-м году, высиделись с десанта под Новороссийск. И вот там был такой случай. В одной из батальонов был комсоргов Гусейн Гусейнов. Такой парень интересный, здоровый такой, секретарь комсомольской ячейки. И, значит, на пристани, недалеко, там флотский клуб был. Вот фашисты залегли в этом флотском клубе и держали, знаете, всех. С полеметов строчили, гранатами забрасывали. Но наших ребят, моряков, не вспомнишь. И вот тогда, когда вот эта кучка моряков, которая пошла в направление к этим фашистам туда, в это время фашисты все заметили, нельзя сказать, чтобы они были дураки. Они не дураки, не очень достойные противники были. Они окружили их, ребят, окружили. Они попались в такое положение, что не пробиться. Тогда Гусейнов, вот комсор, он взял гранаты, несколько связок гранаты, и в самую гущу завел гранаты, чеку сорвал. И в самую гущу, где был фашист, он кричал, вначале сказал, я сдаюсь. А у самого гранаты кругом. Они перестали строчить, они могли его сразу убить. А он подошел там, где было побольше, и как рванул, и сам погиб. Ну, и много-много фашистов погибло. И тем самым он спас своих товарищей. Товарищи пошли в атаку, и атака, конечно, была выиграна. Но в то время, вы знаете, это был необыкновенный такой случай. Вы знаете, все растерялись. Но наше командование ему за этот подвиг его наградило орденом Отечественной войны. Но по своему подвигу, который он совершил, его должны были представить герою Советского Союза. Ну, вот так получилось. Сейчас вот здесь его брат в Кисловодске, он часто приходит к нам в Совет ветеранов, и он все время, вот сейчас, Союз офицеров и Совет ветеранов писали и в Москву о том, что пересмотрели и присвоили ему звание Героя Советского Союза. Но пока, пока еще нет. А еще могу вам сказать. У нас было в роте, это уже тогда, когда мы высадились на Малую Землю, у нас в одной из рот была санинструктором, панна Козлова. Она такая маленькая, росточка была, такая худенькая, щупленькая, и такая неинтересная на лицо. Но мы как-то не обращали на ее особенное внимание. И вот, когда рота пошла в атаку, был такой момент, когда моряки залегли. Залегли. Они не могли поднять головы, так строгили фашиста из всех видов оружия. Был смертельно ранен командир роты. И вот в то время, когда все залегли, такое тяжелое напряжение, она вскочила и говорит, «Полундра, за мной!» Она подняла моряков в атаку, пошли в атаку, и был выигран в бою. Ну, ее, правда, тоже наградили, но звание. После боя командир бригады нашей говорит, «Ребята, ну-ка, представьте мне, кто повел вас в бой?» «Санинструктор!» «Как вас, моряков здоровых таких, девочка повела в бой?» «Да, давайте ее сюда!» И когда ее представили, он, командир бригады, разве он каждого, помнишь, в лицо? Он говорит, «Ну, дочка, ну, умничка! Быть тебе командиром взвода!» И ее назначил командиром взвода. И она до того, как ее тяжело ранили, и ребята, как самое дорогое, из поля боя ее вынесли, она тяжело ранена была. Сейчас она, конечно, умерла, а была очень такая заслуженная. Вот это вот два эпизода. А их было много, девочки. Вот у вас много наград. А какая из них вам дороже всего? Дороже всего орден, Орден Красной Звезды. Этот орден я получила из рук командира батальона. Значит, нашей ротой командовал Масленинков. Между прочим, наш почти что земляк из Пятигорска. Сейчас он умер. Нет. Вот есть книжка, я могу вам показать. Он в этой книжке описывает вот этот эпизод. Мы пошли... Нашей роте было дано какое-то задание. Мы же не знаем какое-то. Командиру только дают именно какое. А мы нам скомандовали вперед. Мы вперед. В это время какой-то шальной пулей был ранен один из краснофлотцев. Он мне кричит. Женя, быстренько перевяжи его. Пусть он идет в садбат, а ты нас догоняй. Только затащи его и сама в окопчик или какой-то ров. Ну, я посмотрела, какой ров. Здесь все излито взрывами снаряда. Вот воронку в эту мы с ним пригнули, а у него были ранены обе руки. Он на ногах, но обе руки ранены, кровоточит. Мы пригнули туда. Я его начала перевязывать. Перевязала его. Уже заканчивала перевязку. Одну руку перевязала, вторую. Жгот наложила. Ну, все как положено. В это время он мне говорит, Женя, послушай. Я говорю, а чего слушать, кроме как пули визжат. Ничего я не слышу. Нет, ты внимательно и послушай. Какой говор ты слышишь? Я прислушалась. Издали слышно. Немецкий говор. Я говорю, немцы. Он говорит, да. И ты посмотри. Они, говорит, ползут к нам в воронку. К воронке ползут. Что будем делать? Я говорю, я не знаю. Так, бери мой автомат. Вот сюда, говорит. Там, когда взрывается снаряд, то по краям как такие, ну, возвышенность вот за эту кочку. Ложись и наблюдай. Как они подойдут поближе. Ты знаешь, как стрелять с автомата? Да я говорю, один раз стреляла, еще до войны. О, значит, нажимай гашетку и только, говорит, води вот так, чтобы больше был обзор и это поливали огнем. Ну, я это, я залила и жду. Он, говорит, стреляй. Мне потихоньку. Стреляй. А я не знаю, то ли у меня какое-то оцеребнение было, то ли я, даже сейчас вот, даже уже столько лет прошло, я даже никак не могу вспомнить, почему именно я сразу не стреляла. А потом он как заругался на меня, ты будешь стрелять. И я начала стрелять. Вот так же, как он меня учил, держу автомат и гашетку-то нажала и это стреляю. Стреляла до тех пор, пока весь запас патронов не вышел. Я говорю, что делать? Он говорит, прыгай на дно этого обрака этого рва. Я прыгнула. Он, с одной стороны, я вот так рядышком с ним и так тихо-тихо сидим, ждем. Сейчас немцы запрыгнут и нас шампурами прикончат и все. Что нам двое? Один автомат без подводов. И действительно, вдруг кто-то прыгнул. Помню, глаза закрыл и думаю, жду. Ребята! Открываем глаза, наш командир рвоты. Он услышал, что ведет с собой там. И он говорит, это, говорит, до наших ребят напали. И значит, он взял трех краснофлотцев и к нам подбежали. И вот он говорит, ну, обращается к этому краснофлотцу, который раненый был. Но, вдруг, ты, говорит, не только Женю спас, ты нас спас. Ведь они не знали, что вы здесь сидите. Они нам заходили в тыл. То есть рота шла вперед, а они за ними. И хотели нас всех прикончить внезапно. А вы помешали им. Ну, этот раненый так держит руки, я не успела даже ему эти повязки сделать, чтобы руки так держать. Он говорит, командир, как ты думаешь, как я мог стрелять? Он посмотрел, а кто стрелял? Это все Женя. Он подошел, обнял меня и говорит, ну, миленькая моя, ты не только спасаешь раненых, ты еще нас, всю роту спасла. и вот за этот, когда вышли, там было столько набито этих немцев, и вот за этот бой мне дали орден красной звезды. Еще у меня не было ни медали за победу, этот, обычно всегда медаль за заслуги, вот, медаль, и медаль за отвагу, вот, а третья награда всегда бывает орден красной звезды, а мне вначале дали орден красной звезды, а потом уже другие там были случаи, медаль за боевые заслуги и медаль за отвагу, вот, так. А вот расскажите, кто из командиров вам больше всего запомнился и почему? Кто из командиров? Наш командир батальона Востриков, знаете, он был моряк, кадровый моряк, но он до такой степени был отважный и справедливый, что трудно было не поддаться очарованию храбрости этому человеку. его любили все, называли Батя, он, конечно, был намного старше нас. Вот, командир батальона, он уже тоже умер, но он уже, он дожил после войны, еще мы встречались. Здесь я вам потом в альбоме покажу наши картинки. А вот скажите, каково ваше отношение к личности Сталина? Ну, что вам деть сказать? Мы с устами на, с именем Сталина на устах шли в бой. Конечно, мы ему верили. И надо отдать должное, вот сейчас это выясняется, сколько было у него отрицательных черт, но мы под его руководством выиграли войну. Надо это отдать должное, ведь никто так не упорствовал в боях, как Сталин. Ведь он даже с Москвы, тогда, когда эвакуировались с Москвы все, он даже не эвакуировался с Москвы, он остался до тех пока Москву не освободили. Я за его боевые заслуги, за то, что он был вот, я... Так. А здесь какой-то телефон звонит, уже второй или третий раз? Девочка.